Привет всем! Вы снова на канале Столк Тесла, опять же я Виктор. Хочу вам показать, как вырезать панель на Тесла Мазел 3, заднюю, как снять любую или правую, отрезать или левую, четверть. Чтобы было меньше, как бы сказать, поврежденных деталей и сэкономленных денег. Некоторые вот тут берут лонжероны, например, режут их, отрезают, не знают как отсоединить, как бы правильно сказать, карман. Крыла внутренней. Ну, это я вам сейчас покажу чуть-чуть позже. Сейчас покажу, как задняя панель снимается. Потом, как снимается вот эта полка, которая идет в салон, чтобы рассоединить кузов, отделить правую четверть от левой четверки. И потом уже дальше покажу, как все остальное отсверливается. Так, ну, вот эту заднюю панель. Как я уже неоднократно говорил в некоторых видео, что я всегда сверлю отверстия вот эти точки пая сверлом на 8. Есть тут хитрые такие заклепки металлические, они маленькие. То я их сверлю сначала тройкой и потом уже рассверливаю большим сверлом. Там шестеркой, смотря какая клепка или восьмерка. Вот, это все я уже отсверлил. Эти тоже. Вот тут много не надо рассверливать. Две заклепки здесь, вот на торце. Три тут. Это железные такие. Больше ничего туда сверлить не надо. И вот вниз, вот тут где пятка, по низу вот. Отчистил от герметика. Вот. То же самое отсверлил заклепки. И сейчас буду ее отогревать и снимать. Без фена и вот этой кочерги дела не будет. Так. Ну что, потихонечку. Вот так прогреваю. Не бойтесь, ничего с металлом не будет. Главное все аккуратно. Даже краска не горит. Прогрели хорошенько. Так, вводите туда-сюда. Потому что тут клей такой матерый. Вот, отогрели. Мы берем сюда раз. Вот, она уже и откликнулась. Вот, теперь верхнюю часть. Вот. Ну, бывает чернеет, но это все чернеет герметик. Тоже отогреваем. вот все она вот уже заднее крыло отклеилась ну и еще когда занимаетесь этим делом сейчас все равно но никак не получится чтобы что-то отгибать и она чуть-чуть не подогнулась когда вы снимаете то лучше когда она встала полностью берете ставить его все на место она хорошо прикрепывается встает на место это для чего например я всегда так делаю для того чтобы ну как вы знаете у нас разборка детали снимаю и они идут на продажу снимает так чтобы клиент уже купил и она не было вот такое все он там не подгибал и бывает что машины биты они там лепят с непонятных запчастей чтобы более как можно было но сказать фигура правильная этих деталей так ладно пошли дальше греть будем так но для этой к не теле надо торцы он а и а и 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 Надо чем-то со стороны как-то увалить. Если не получается, то лучше уже... Всё, сверлил. Будем снимать. Вот смотрите, оно стоит на месте. Вот так вот. Раз. О, с резьбой главное снять. Вот. Потом берёте вот так вот. Раз. Так. Так. А что за четверо сайта? Вот и всё. Потом берёте вот это. Где? Вот там. Молоток. Вот. То, что я говорю, тут подровняйте. Так. Ну вот. Как-то так оно и снимается. Так что, опять же, кому будет полезна эта информация в пользу, пускай помогает. Так что, ну что, до новых встреч. Что-то будет новое ещё раз. А, завтра уже, как буду снимать панель. Ой, панель как, четверть правую, верхнюю полку. Ну, смотрите. В скором будущем. В скором будущем.